Академия Тенниса Какие там гости были? Я так понимаю, были очень высокие, высоко даже поставленные государственные люди Действительно, события сегодняшнего дня трудно переоценить Скажу, что ровно 20 лет была создана Федерация Тенниса Рязанской области Которая одной из основных направлений была поставлена Задача создания необходимой материально-технической базы для развития этого вида спорта Круглогодичного и, соответственно, позволяющего более доступно Иметь возможность профессионально и на любительском уровне тренироваться в течение всего года По соответствующему соглашению между правительством Рязанской области Олег Иванович Ковалев вместе с Мутко подписали соответствующее соглашение Согласно которому более около 40 объектов спортивного назначения должно быть введено Но вот одним из, можно сказать, очередных и долгожданных Сегодня был открыт Центр спортивной подготовки Академии Тенниса имени Озерова Николая Николаевича Ну, что это такое? Это подведомственное Министерство физической культуры, спорта, молодежной политики Правительство Рязанской области, учреждение Государственное автономное учреждение, Центр спортивной подготовки Почему Академия? Потому что у нас имеется муниципальная теннисная школа И в ней развивались, так сказать, и имеются очень хорошие результаты у наших детей Но они не способны были защищать, скажем, честь и спортивное, так сказать, достоинство нашей региона На международном уровне, на турнирах большого шлема и на Олимпийских играх По понятно каким причинам Потому что у нас не было той тренерской соответствующей базы Не было той материальной базы, которая могла бы позволить это сделать В настоящий момент вот эта предпосылка создана Существует соответствующее соглашение между правительством Рязанской области и Федерацией тенниса России Которое должно нам обеспечить оргметодическую поддержку И рекомендации по тренерам соответствующих уже более высокого классного уровня Центр это не только региональный, он межрегиональный И по договору, существующему между Министерством спорта и Федерацией тенниса России Таких академий должно быть 12 Мы первые И естественно на нас возлагает и сегодня министр Давая оценку и высказывая удовлетворительные слова Относительно того, как строители справились с этой задачей Теперь нужно наполнить жизнью, что называется, живым организмом Это нашу академию, которая предполагает, конечно, соответствующий штат, тренерский Ну и большую работу, самое главное, привлечение различных источников финансирования И государственных, и внебюджетных средств На которые способны выполнять те задачи Конечно, подыскать, сформировать команду и выращивать своих детей Этот праздник был подкреплен присутствием министра Виталия Леонидовича, Мутко, спорта Значит, руководителя президента Федерации тенниса России Торпищева Шамиля Новорыч Они очень благодарили Василию Ивановичу за то, что он сумел это организовать и реализовать все это Среди наших титулованных звезд и легенд отечественного тенниса была Динара Сафина Динара дала мастер-класс, она дала очень высокую оценку Она сказала, что она много видела центров, она достаточно хорошо ездила по миру Но такого центра она нигде не видела Этот единственный, который удовлетворяет своим функционалам, своим назначениям Но наиболее отвечает всем требованиям Ей, как спортсменке, он очень понравился В целом, что касается спорткомплекса, это Академия тенниса Ведь даже если Динара Сафина признала, что это он современный, новый, такой на международном Аналогов нет, ни в Европе, ни в России, ни в Европе, ни в мире, как она заявляет И об этом говорили нам и авторы проекта Авторами проекта были сертифицированные международные ассоциации теннисистов WTA, значит, фирма хорватская, концепт-90, которая является также членом Федерации Тенниса России Они это делают действительно проект несколько очень оригинальный, своеобразный Что он из себя представляет? Мы видели накануне, Олег Иванович поручал нам исследовать, так сказать, изучить Какие академии существуют у нас в России, какие комплексы Ну, первое, чем они все страдали, это объемы очень большие Были, на самом деле, дворцы Ну и малофункционально отвечали исключительно вот теннисным темам Поэтому задача была поставлена, чтобы каждый метр, каждая площадь служил спортсмену И помогал ему, как говорится, не отвлекаться от тенниса, а помогал ему как раз решать основные задачи Под крышей шесть кортов, покрытие рукорт То покрытие, которое мы делаем на международных соревнованиях Кубка Девиса, Кубка Федерации и Кубка Кремля, который проводится у нас А также и открытого первенства Санкт-Петербурга Это международные турниры Дальше, значит, на улице есть еще восемь грунтовых кортов Того же рукорт покрытия И четыре твердого покрытия и хард, тоже рукорт Таким образом, всего восемнадцать Безусловно, там при малейшем, ну, ближайшем таком подсчете Это позволяет где-то, ну, не исключая тренировочный процесс А просто игровые возможности, ну, где-то до тысячи человек Если с семи до десяти-одиннадцати вечера, я имею в виду, его эксплуатировать Конечно, эта нагрузка будет, скажем, нужно будет организовать ее При правильно построенной работе Это, конечно, мы над этим думаем Потому что в первую очередь надо выполнить государственный заказ По формированию команды, выращиванию команды 10, 12, 14, 16-летних наших подростков Ну, конечно, будет и коммерческая составляющая, которая должна удовлетворять потребности наших теннисистов Которые имеют возраст, ветераны и просто любители, которые хотят научиться играть в эту игру А из каких регионов будут там ребята? Прежде всего, конечно, возникают вопросы у рязанских жителей города Рязани Будет ли доступность, будет ли массовость? Насколько там будет ли бесплатно, во-первых, прежде всего Отвечаем на последний вопрос Доступность будет обеспечена, массовость тоже Значит, конечно, за услуги по обучению тенниса Тренеры будут брать какую-то плату Я не думаю, что мы будем ее делать выше, нежели та, которая существует И сложилась уже на рынке этих услуг в Рязани Второе, значит, что касается бесплатности Безусловно, талантливые дети, как мы говорили, те, которые входят в команду Они будут получать возможность там тренироваться бесплатно Более того, учитывая, что мы говорим, что это межрегиональная академия И Федерация тенниса России уже подбирает нам по рейтингу соответствующих людей Которые можно было бы взять в команду Ну, это будет проводиться соответствующая работа с тем, чтобы они имели возможность Так сказать, и на определенных условиях войти к нам сюда В этом теннисном центре имеется интернат Гостиница на 46 мест, которая позволяет круглогодично жить Есть соответствующая столовая, есть кафе И можно, соответственно, этих людей, как в интернате Обеспечить соответствующим питанием и необходимым условиям для проживания Как постоянно команды, так и принимать гостей в случае проведения соревнований И Федерация тенниса России обещала насытить нас соответствующими календарными мероприятиями Не только российского, но и международного масштаба Ну, над этим надо думать, привлекать детей, которые в полной мере Используют нашу материал-техническую базу Насколько по ее качественному уровню и по ее физическим возможностям Появились ли надежды у рязанских любителей тенниса, у рязанских спортсменов На попадание в команду, в основную российскую, национальную На выступление на международной арене Есть ли такие возможности? Ну, первое Безусловно, мы самых лучших и по рейтингу, и наших наиболее перспективных и талантливых Они будут входить в эту команду, потому что самая главная задача Это воспитать более, так сказать, в первую очередь, рязанских ребят Потому что у нас, я уже подчеркивал, и они доказали, что талантливых у нас достаточно много Конечно, это требует более, может быть, серьезной селекционной тренерской работы И нельзя умалять достоинства наших тренеров И, конечно, возможно, от них будет делаться просто как переход в соответствующие качества И на соответствующую ступень будут переходить те ребята, которых немало у нас на сегодняшний день И было, и есть Я сегодня только хотел сказать, что рязанцы получили огромный спортивный комплекс Который позволил бы удовлетворить рязанцев в той, пока не снижающейся потребности Удовлетворение наших как любительского, так и профессионального тенниса И понятное дело, что вот с введением этого комплекса это гораздо проще будет удовлетворить И я думаю, мы это сделаем Ну что ж, давайте на такой приятной ноте мы попрощаемся с нашими зрителями Я напомню, что это была программа подробностей И гостем в нашей студии был президент Рязанской областной федерации тенниса Александр Юрьевич Гордеев До свидания